Позвоночник, глуточный отдел, канцулы черепа. Надминаю, когда мы говорили о позвонках, со стороны спины над каждым позвонком замыкается дуга, невральное кольцо. Зачем им нужно? Для успокоения. Нет, невральное кольцо не для мышц. Надминаю, как позвонок устроен. Вот была хорта, вперед развезли хорта. Вокруг хорта, в каждой миомерте, то есть каждой порции мышц, развивается колечко из жесткого хряща, либо из костя. Вот здесь спина, а здесь брюх. В спинную сторону начинают расти два отроска. Эти два отроска смыкаются и дают общий, длинный, шутообразный отроск. В брюшную сторону два отроска санкнулись и дали длинный, шутообразный отроск. Положение хорты, сейчас красненьким шрифую, вот здесь хорта. Вопрос, зачем нужно вдать два кольца? Над позвонком, над пол позвонком. Защит чего? Во-первых, спинной мозг проходит где в теле? У всех позвоночных. Вот, ребят, отвыкайте от слов над и под, спереди и сзади, в биологии. Эти ориентиры не работают. Скажите, пожалуйста, у вас плечо над головой или голова над плечом? Голова над плечом. Так вот, где проходит спинной мозг? Ближе к стене. По отношению к позвоночнику. Вдоль позвоночника, ближе к стене. Классно. Вот он, спинной мозг зелененький. Вот он идет вдоль позвоночника. Во всех черепах обязательно, на задней стенке, есть отверстие, называться будет большое затолочное отверстие. И через это отверстие спинной мозг соединяется с головным мозгом. Хорошо. Ну а зачем, может быть, нужно? Я хотим брюшное кольцо. Вот это мы с вами не разбирали. Под каждым позвонком брюшное кольцо. Защита крупнейших кровеносных сосудов. Так. Называться брюшное кольцо будет гемальное кольцо. Гем это строй. Вот здесь крупнейшие кровеносные сосуды. Хорошо. А теперь? А теперь вот она, голка. Вот пищевод. Желудок. Кишечник. Вопрос. А органы пищеварительной системы? Прямо так между мышцами находятся? А не подвешиваются к позвоночнику? К позвоночнику. Ну, представьте, что уходит с печенью, допустим. Рыбка, когда плывет, она модулирует. Ну, вот висит у вас печень, и ее подвеска начинает вот так раскачиваться. При модуляции, то положение позвоночника нет. Ну, не выйдет. К печени, в смысле, к позвоночнику подвешивать нельзя. Вот как дела обстоят. Целом. Именно так. С брюшной стороны тела находится здоровенный мешок. Мешок совершенно герметичный. Вот в этом мешке располагаются все, так называемые, полосные органы тела. Второе название целома – вторичная полость тела. Что здесь находится? Ну, в первую очередь, органы пищеварения. Вот пищеварения вошел в целом. И дальше все отделы, а не целомы. Здесь отдельный сектор целома, вот так отгороженный. Кто понял, что это за сектор, что внутри него? Сердце. Это перикард, перикардиальный мешок, а внутри сердце. Остальные крупнейшие органы. Во-первых, абсолютно у всех позвоночных есть самая крупная железа тела. Это железа пищеварительной системы. Проток ее открывается почти сразу за желудком. И железа занимает, на самом деле, очень крупный участок, крупнее желудка. У разных видов и формы, и размер разный. Максимальная, кстати, у алкоголя. У алкоголя – это вообще гигантская железа. Кто понимает, что железа такая? Поджелудочная. Нет? Не поджелудочная. Кстати, названная вам железа расположена под желудком только у человека. А у всех остальных она совершенно не под желудком. А сейчас вы видите, почему. Ну, так и что вот это за гигант такой пищеварительный? Печень. 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 Самая крупная железа в организме позвоночного – печень. Так? Значит, а как называется пищеварительный сок? Который синтезирует клетки печени и он по протоку стекает в кишечник. Желчь. Желчь – очень агрессивная среда, поэтому шутки с ней уже боги. Хранится она в особом органе накопителя, который называется желчный пузырь. Желчный пузырь находится на поверхности печени и соединен пузырным протоком с кишечником. Так вот, порция желчи выбрасывается в кишку только если ваша пища – порядочное количество жиров. Желчь необходима для нормального переваривания жиров. Жиры без желчи переварить вообще нельзя. А если у вас в этом секторе остались непереваренные жиры, они должны здесь перевариться. То дальше они в непереваренном виде пошли вот сюда и порушили всю систему нормального переваривания пищи. Не должны железа обратить, они вот здесь должны перевариться. Так что тело не ограничивается только тем, что организм недополучает жиры, это просто срыв работы пищеварительной системы. Правда, есть способ обмануть печень. Желчь выбрасывается еще по одному поводу, не только. Ее прямая задача – работа с жирами. Но есть вещества, которые заставляют печень выбрасывать пульсовую желчь. Вы все знаете, горечь, которая содержится во всех пряностях. Под действием пищевой горечи клетки, точнее, революционная система, заведующая сбросом желчи, выбрасывают в порцию желча пищеварительную систему. Отсюда желчегонный эффект очень многих трав, что применяется в медицине достаточно активно. Позжевуточная железа, а она где? На самом деле она вот здесь. И она относительно небольшая. Это положение назвать поджевуточным просто никак нельзя. Если уж в этих терминах, то тогда зажевуточная. Но обратите внимание, вообще-то у позвоночного. Позвоночник должен идти параллельно Земле или перпендикулярно? Параллельно. Параллельно Земле. А у нас с вами? Параллельно. Понятно, что наши предки стали вот так. В результате, то, что было за жевуточным, оказалось полжевуточным. А вообще-то учтите, что на самом деле поджевуточная железа закладывается в связках, лежащих вот здесь, наджевуточных. Так что антонически, вернее, было бы назвать наджевуточную железу. Но у нас она в такой положительный момент. Хорошо, что здесь еще? Карта, с которой мы будем работать, относится к постным рыбам. У всех постных рыб возникает совершенно гениальное приспособление. Уголки, вот так, отрастает большой карман. Он может быть разной формы, разного размера. Используется карман вот, ключевую. Такое движение мы бы назвали глотанием. Глотание, что такое? Это проталкивание порции содержимого из глотки в пищевую. Осуществляется глотание за счет сокращения кольцевых мышц в глотке. Помните, мы с вами, по-моему, на прошлом занятии, разбирались, что произойдет с зубной пастой? Если же ты. Вот у вас есть трубка, окруженная мышечными кольцами. Если эти кольцы начнут по черепке сжиматься, то содержимое проталкивается вдоль патруля. Классно. А теперь представьте себе, что рыба зажала пищевод. Пищевод закрылся. Кстати, как по-вашему, сейчас у вас пищеводы открыты или зажаты? Зажаты. Пищеводы у всех совершенно по умолчанию зажаты. Открываются они в двух случаях. Два рефлекса способны открыть пищевода. Открыть и заставить проталкивать пищу. Первое – глотание. И второе – защитный рефлекс, водный рефлекс. Это если вы сюда закинете что-нибудь неподходящее. Так? Вот по этим рефлекторным командам пищеводы открывают. Все остальное время они зажаты. А теперь рыба выставила голову на поверхности воды. Так? И сделала глоток. Если голова выставлена в лодочную область, чем запомнил? Воздухом. Теперь вы сжимаете в лодку. Что сделает воздух? Рокер закрывает. Раздуется. Воздух раздуется. Воздух. А где есть лёгкие? А, у большинства рыб это не лёгкие. Это по-другому называется, для другого слушают. Это плавотный пузырь. Понятно, как газ попадает в плавотный пузырь. Ну и зачем рыба использует плавотный пузырь? Чтобы регулировать положение в воде. Что произойдёт с телом, если объём плавотного пузыря увеличится? Понятно, всплывёт. Начнётся всплывать, а если уменьшится? А сейчас хитрая задача. Рыба на глубине 10 метров. Она собирается всплыть. Что для этого надо сделать с объёмом плавотного пузыря? Лавидич. Откуда она возьмёт газ на глубине 10 метров? Можно заполнить. Слезёт. Жалко. О, отлично. В крови какие газы растворены? Кислород растворён. Да, углекислый. Газ растворён. На самом деле, больше всего там, конечно, растворено азотом. Ну, поскольку наша атмосфера из азота состоит больше, чем на 70%, то он, конечно, в любом растворится и бывает. Почему его обычно не считают? А он в биологических процессах не участвует. Ну, во всяком случае, в обычных биологических процессах азот не участвует. В результате, на поверхности вот этого кармана находятся капиллярные сплетения, да, и стеночки капилляров извлекают газы из крови и выбрасывают объём пузыря. Что с объёмом пузыря? Увеличивается пузыря. Увеличивается, что делает трава? Всплывает. Всплывает. А если погрузиться надо? Включается противоположно работающая газовая железа. Она берёт газы из объёма пузыря, из газовой пазы, и растворяет их в крови. Так, вот завтра во время вскрытия увидите сосудистое сплетение на плавательных пузырях у карпа. Видно не очень хорошо. А у карпа будет ещё интереснее. У него плавательный пузырь вот такой. Это не у всех далеко. Ну, плавательный пузырь вот такой формы. Он из двух секторов. И что будет, если передний сектор сжался, а задний сектор расширился? И потом и задний будет всплывать. Задерёт хвост, допустит голову. Всплывать не будет, объём-то не изменился. Он изменит положение тела. А что будет, если задний сектор сжался, а передний расширился? С хвостом вниз, головой вверх. То есть, работая таким органом, можно не только всплывать и опускаться, можно и регулировать положение. У меня органы... Да, стоять. Да, пожалуйста. В школе мы проходили рыбу. Ура. Там учительница в соответствующем классе, в совсем небольшом, объясняла нам, что плавательный пузырь управляет тем, рыба выше или ниже, при помощи того, что он в мышцах, и, соответственно, она его обжимает этими мышцами или, наоборот, растягивает. Вот. Я спросил, как же так, вроде никаких мышц, ну, как бы не видно, и кроме того, что же это за сила нужна такая, чтобы, вот, после чего получил грандиозный скандал за подрыв авторитета. Учебника, учителя, всего, чего можно, и запомнил этот скандал на всю жизнь, после чего всю жизнь так и ходил с непониманием, как же так, меня, конечно, заткнули, а все равно не понимаю, зачем нужен плавательный пузырь. Ну, вот теперь, понимаете. Теперь это шло. Вот, но вопрос все равно остался. Ну... Нет. Нет, вопрос остался такой. А вот на глубине 10 метров, вообще-то, давление в два раза выше, чем... Да, плюс одна атмосфера. Неужели действительно этот плавательный пузырь в два раза меняется? Нет, не в этом деле. Дело в том, что вообще действие давления на живые организмы воспринимается немножечко по-дурацки. Считается, что если взять какого-то поверхностного зверя, засунуть на глубину километра, его раздавит давление. Чушь полная. Чем клетки внутри заполнены? Нет, жидкость понятна, а там-то воздух. Волк. Эти дела раздавят взорвёт, связаны только с газовыми органами. Но дело в том, что уделенное давление, которое могут рисовать газовые железы, позволяет менять давление в этом пузыре, полностью компенсируя изменения внешнего. При необходимости 10 атмосфер создадим, при необходимости 20 атмосфер создадим. То есть такое количество газа туда выделить? Газы ведь постоянно поступают через жабры. Но газообмен да идёт за счёт диффузии. Если вы забрали газы с крови, то на очередном витке, проходя сквозь жабры, ну как бы диффузию будете останавливать? Ведь весь газообмен только за счёт диффузии идёт. Он здоровый. Вообще-то пластный пузырён такой немаленький. Здоровый, здоровый. То есть он здоровый и жабра какая, понимаете? Но она примерно в 20 раз больше, чем вся внешняя площадь поверхности тела рыбы. Если вы создали более-менее выраженный вертент концентрации по тому или иному газу, у вас никаких проблем с получением газа не будет. Он сам приятно. Проблема будет вытащить его из раствора и засунуть в газовую фазу. Но это тоже задача железа. А работать против давления ей не приходится. Ну, против статического давления. И мышц там нет вообще? Нет. А вы увидите. Вот чем хорош практику? Всё можно увидеть и подыркать пальцем совершенно самостоятельно. Никаких мышц в стенках плавного пузыря ни у кого и никогда не бывает. Просто. Это... Я выгнул? Да, да, да. 40 лет. Размер стал. Ну, чуть меньше всего 40, но тем не менее. Вот они детские психологические травмы. Когда сказываются. Хорошо. Итак, у подавляющего большинства рыб это регулируемый поплавок. Но некоторые рыбы, уже далеко не большинство, используют такие газовые выросты в качестве дополнительных органов газоотмена. Для этого надо вот этот проход из голки в пузырь оставить открытым в течение всей жизни. У большинства рыб он открыт только у малька для первого платка газа. А потом он вот так за райском-то закроется. И все. Это изолированная система, которая меняет свой объем только из-за работы газовых флюрикусов. У двоякодничающих флюриков проход остается открытым. В результате, всплывая на поверхность, гладая воздух. Вот сюда проталкивают. Капиллярные сети есть на поверхности пузыря? Ну, газовые сети – это капиллярные сети. Газовые жертвы. А это значит, из-за этого свежего воздуха кислород будет дефондируть в крови? Будет. А когда кислород там кончится, что сделаем? Еще раз. Выплюнем этот воздух, который отработан, и глотнем нотниково. И вот так, глоток за глотком, получаем дополнительную порцию кислорода. Надо сказать, что именно такую систему будет использовать первое позвоночное, вышедшее на сушу – амфибия. Амфибии, когда дышат лёгкими, они делают дыхательные движения как раз ровно так же. Они глотают воздух, заглатывают порцию воздуха, проталкивая её в лёгкость, а потом выплёгывают. Видели, когда-нибудь, как лягушка сидит на берегу, и у неё вот так воздух выходит? А что это за движения такие? Как раз и есть проталкивание порции воздуха в лёгкость, глотание воздуха. Хорошо, сделаем. Что здесь еще? Итак, плавленный пузырь или блёжки. Еще здесь вдоль спины, но вот этого без специальной тренировки не увидится. Прямо вдоль центральной линии спины идут две темно-бурые ленты. Прямо вдоль центральной линии спины, с левой стороны позвоночника, идут две темно-бурые ленты. Это пучки. Это органы выделения, задача которых очистка крови от конечных продуктов обмена, от тех шлаков, которые в клетках произошли, от тех ядов, которые случайно попали из внешней среды в организм, и поддержание постоянства внутренней среды. Вот эти две таки леночки, прям вдоль спины идут. Ну и еще два крупных мешка. Размер катушек будет очень сильно меняться в течение года. Вот сейчас, скорее всего, они будут крупные. Здоровые лентообразные мешки, которые прикреплены вот с этой стороны. Так, ребят, если уж мы биологией своим занимаемся, то неплохо понимать, что половые органы – это не то, что видно снаружи, а это железы, формирующие половые клетки. Общее название половых желез – гонады. Г-О-НА-ДЫ – половые железа. Их два типа. Женский вариант гонады будет называться яичник, и в нем рождаются половые клетки, которые называются яйцеклетки. И мужской вариант гонады, который называется семенник. И в нем рождаются половые клетки, которые называются сперматозуиды. Ну, ясно, что из гонады должен быть выход на улицу. Так? Потому что если половые клетки вот здесь произошли, и здесь же остались, размножиться можно или нет? Да. Совершенно невозможно. Нельзя обеспечить подстричь. Потому что из гонады есть свои выводящие продукты. Эволюционная судьба у позвоночных на самом деле интереснейшая. Но это уже далеко ведущий, сложно от наших интересов, вопрос. Как по-вашему, в течение всего года, постоянно, в течение всей жизни, размер гонад одинаковый? Нет. Значит, гонады резко увеличиваются в размере только в сезон размножения. И вот тогда они действительно такие здоровые, толстые ленты, идущие от задней части целома, чуть ли не до сердца. И нога даже за сердцем вперед. А после того, как произошел нерест, после того, как сбросили плавовые продукты на улицу, они превращаются в такие тонкие лентышки. Не очень заметные. Вот, собственно, все важнейшие детальки внутренних или целомических органов, которые мы с вами будем смотреть завтра на вскрытие. Отдельно посмотрим, как устроена глоточная область. На вскрытие глоточной области, это уж по желанию, а обязательно задача не будет наша. Какие-нибудь вопросы по вот этому хозяйству есть ли у нас? Хорошо. Если вам попадается убитный кард, то вы вместо двух гонад совершенно запросто можете там насчитать 4, 6, иногда нечетное количество. Это что такое? Ну, 20. Не, да, одни гонады. Просто. Будете смеяться, но еще лет 10 назад, и 25 килограмм назад, да, я совершенно запросто прорезал в шкурник, шкурником называется узкий коридор пещеры, высотой 24 сантиметра. В более узкий пройти не мог. Это мой критический потолок, на самом деле, это ширина черепа. Значит, по-другому изгрынуться можно. Сейчас, основательный мужчина, как Карлсон, о спалеологии мне можно забыть. Вопрос. Как по-вашему, а вот эти жировые скопления, будь они не ладны, где находятся в человеческом теле? Под кожей? Да. Черт возьму. Вой кожей. И не в кожей. Под кожей, даже у самого толстого человека, но от силы вот такой толщины слой. Так? Главное жировое скопление, вот если это абдоминальное оживление, именно в районе живота, находится вот здесь. Это порция жира между внутренними органами, между печенью, петлями кишечника, поджелудочными, почками и так далее. Это так называемый висцеральный жир. Штука далеко не безопасная. Так что оживление абдоминальное, на самом деле, далеко не самое лучшее, что бывает на свете. Так? Бороться с ним исключительно сложно, по себе знаю, вот. Но, тем не менее, надо понимать, что это не под кожей, это совершенно другое. У барышень существенное, вот это немножко это революкативно, такой пузо. У барышень все совершенно иначе. Дело в том, что в каких местах происходит резервное обложение в варианте женской? Не на животе, бедра и ягодицы. В чем дело? Вопрос спорный. У каждого по-разному. Разумеется, комплекция у каждого по-своему, но есть такая штука, которая называется половой деморфизм. Отличие мужчины от женщины, так? Вот в рамках проекта, не нарушенного двумя пеками существования медицины, а коренного проекта, так? Значит, женское ожирение не может происходить в ранней талии. Такая барышня рожать не сможет. У нее не строится нормальная беременность. А природа крайне плохо относится к живым существам, которые не выполняют свои биологические функции. Я же думаю, что сейчас помогут родить человек с любыми биологическими аномалиями. Это не значит, что с биологической точки зрения его комплекция нормальная. В частности, комплекция Барбер, допустим, на которую ориентируются три десятилетия, это, к примеру, глубокой патологии. Вот просто глубокая медицинская патология. Не имеет права у человека быть такая комплекция. Это анорексия. Причем анорексия в предкометчатой форме. То есть уже тяжело запущена. Так что представление о том, что нам кажется нормальным и даже красивым, это одно, а вот то, на что рассчитано наше тело, это совсем другое. Наш тело очень не любят, допустим, ситуацию, которая в мегаполисах. Оно совершенно нерассчитано на комфорт. Категорически нерассчитано. А у нас сейчас вся культура стремится к повышению комфорта. Причина половины заболеваний в развитых мегаполисах, причем чем более развитых, тем больше процентов этих заболеваний будут, в гиподинамине, недостатке движения. И с этой точки зрения, самое бредоносное изобретение человечества, это автомобиль. Не потому, что он выхлопная газа в окружающей среду, а просто потому, что человек перестает ходить своими ногами. Вообще-то, наше тело рассчитано на то, чтобы мы ногами проходили километров 15 дней. Вот тогда все нормально. Так что, конечно, у всех по-разному, но есть еще некоторые общие проблемы. Хорошо. Ну вот как мы с вами отработали материал, который нужен будет завтра при вскрытии, чтобы вы понимали, что вы видите.